Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 24 сентября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стихи с 1 по 10. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами читаем и разбираем второе послание апостола Павла Коринфянам, шестая глава, стихи с первого по десятый. И здесь апостол Павел говорит о том, что в первом стихе мы читаем, «Мы же как спаспешники умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно было принято вами». И здесь стоит слово «спаспешники». В греческом тексте стоит слово «синергинтес», то есть «соработничество». «Мы же как соработники умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно было принято вами». И здесь апостол Павел говорит как бы от лица апостолов, которые выступают соработниками в деле действия Бога в сердцах людей. Действительно, как говорит апостол Павел, не слышание от веры, а вера от слышания. И апостолы несут в первую очередь эту миссионерскую задачу на своих плечах. Они проповедуют слово Божие, то есть они говорят о Христе. И этим они являются соработниками Бога в деле приведения человечества ко Христу. И выступая от лица спаспешников, то есть соработников синергинтес, он обращается к людям, умоляет, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами, чтобы дары благодати не были профанируемы людьми, и попираемы, когда теми или иными обстоятельствами они бывают сбиваемы с пути следования за Христом. Ибо сказано, во время благоприятной я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Ссылается на Ветхий Завет апостол Павел и говорит, что вот сейчас время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения. Апостол Павел, как мы знаем, отказывался даже, хотя мог в принципе, пользоваться благами тех общин, которые он создавал, где он проповедовал Слово Божие, потому что это заповедь Божия. Так Христос говорил апостолам ходить, выходить на проповедь и питаться от своих слов, от своей проповеди. Но апостол Павел и здесь не хочет полагать притыкания. То есть он ничем не хочет скомпрометировать тех людей, которыми он несет Слово Божие, которым он несет истину о Боге. Для того, чтобы ни в коем мере не пострадало само служение, то есть его, его служение как миссионера, чтобы его действия как человека, которому нужно питаться, нужно во что-то одеваться, нужны деньги, чтобы как-то путешествовать, совершать эти миссионерские путешествия. И чтобы вот эти естественные потребности человеческие не стали, не затмили людям слова о Христе. И мы помним, что апостол Павел шил палатки и занимался ручным трудом, чтобы пропитать себя. И так он учил своих учеников, своих последователей, Тимофея, Варнаву, о чем он и говорит в посланиях. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемого служения. Но во всем являем себя, как служители Божии. В великом терпении, здесь апостол Павел перечисляет все те добродетели, которые способствуют и идут рядом с служением Богу. Он говорит, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и в левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. И здесь, конечно же, апостол Павел говорит о том, что в слове истины, в силе Божией, в чести и бесчестии. Апостол Павел принимает честь от тех людей, которые действительно слушают Слово Божие и воспринимают его сердцем и понимают, какое великое сокровище несет им апостол Павел и в бесчестии, которое претерпевает апостол Павел, когда на него ополчаются его враги, которые искажают его учения, избивают с пути его духовных детей, которых он воспитывает в вере, при порицаниях и похвалах, похвалах за Слово проповеди и за те дела, которые он делает для общин, при порицаниях, опять же таки, от общин, которые бывают сбиваемы с пути лжеучителями и противниками, идеологическими противниками апостола Павла, той истины и той веры, которую несет апостол Павел. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Да, мы знаем, что апостола Павла называли человеком лукавым и корыстным, но апостол Павел всегда говорил о том, что он верен только Слову Божию и только ему он служит верой и правдой и что в нем нет никакого лукавства, что он все свое время отдает на служение Слову Божию и проповеди. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем. И здесь апостол Павел в этих вот антиномиях показывает о том, что несмотря на все те препятствия, которые возникают на пути апостольской проповеди, они продолжают это дело. Они продолжают нести слово о Христе, и оно действует в людях, несмотря на все те препятствия, которые они встречают на своем пути, о чем и пишет в этом отрывке апостол Павел. Дорогие братья и сестры, будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда мы читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok